так здравствуйте дети школьники и даже студенты дело в том что современное садоводство она настолько извратила понятие научила что деревья в лесу такие это совершенно разные вещи если те лесные это чудовище которые по ошибке вообще появились на земле часть из них которые мы называем плодовыми надо обязательно оккультурить а значит изувесить сегодня у нас тема будет короткая мы уже несколько сняли это слово привел короткое я просто постараюсь не размазывать на часы все-таки дети и студенты это народ неспокойный скорее бы уткнуться в этом сама прижим со мной сидит девушка восемнадцать лет которые так любят игры компьютерные да вот как ее делать садоводом сейчас я начну говорить она задремлет ладно что что-то еще обидится она компьютерщик это она мне настроила программу чтобы я мог с вами беседовать можем сюда и так много лет назад все библиотеки были забиты вот такими учебниками это один из них почему я выбрал именно это здесь написано знаю и умею юному садоводу я совершенно не согласен с этой агротехникой и хочу вас познакомить с настоящими деревья с настоящей кроной с настоящими корнями причем в лет мотивом будет служить мысль о том что деревья совершенно и в нашем улучшении корней и кроны не нуждаются а это я выбрал как пример того что 100 тысяч детишек если они все просили эту книгу потом они стали студентами пошли в сельхозвузу давайте здраво если чек не станете встать до время он уже никогда не интересны вы никогда не станет садоводом биологом экологом агрономом значит это 100 тысяч человек было научено тому с чем я не согласен вот смотрите на это дерево кроме нормальная корни уродливы и не соответствует 99 случаях места потому что вы видите на картине почему так нарисовали это вообще принято центральной корня практически нет видеть этому дереву долго не жить ладно посмотрели на это так и давайте листать самый первый снимок верхние это индия вот и фотографии это моя лично мне его подарил мой друг участник семинара моего в москве вот который сергей его зовут который уже будучи семинаристом выпускником моей семинарии так это громко сказано учеником мы снимал в день все что ему было интересно уже как садовода видите вот эти воздушные корни красиво вот а вот крона это крайне случайно видите холм этот холм наверняка никто не делал паскадо дерево есть оно рукотворное или даже выросло само по себе а потом уже появились камечки вот оно само себе вращается холм об этом не знает современная наука но теперь вы будете знать вот это дерево одно из моих находок это возле деревни а чур и я произвел мимо копать дикие яблоньки и наткнулся на него эти я потом будет не тут а уже в другом месте другое сила где она же полностью здесь все уже выветрилось это так называемые это так называемая я в своем возрасте называю самые важные слова эрозия эрозия причем мне такое ощущение так как вот никогда не бывает дождей и ручья нет это воздушная эрозия но она нам показывает как устроена на самом деле вот это береза она сама выкопалась просто пока берем и запоминаем вот это важнейшие фотографии мне подарил курдюмов видите какой богат это моя коллекция уникальная у меня таких фотографий тысячи вот и книги уже опубликованы правда мало и тиражей вот в этого 100000 а мы почти в сто раз меньше вот так вот этот снимок он тоже где-то раздобыл видите дерево горизонтальные корни я называю пищевые они едят едят вот здесь вот они ходят ищут что они ищут они ищут в чем восполнить морозостойко скажем так без этих корней и восполнить невозможно если где-то где-то камень где-то какой-то минерал буквально как зубами вгрызаются в этот минерал получается минеральный раствор он попадает в крону и дерево уже может прожить и в сибири частности вот эти корни видите глубины и задача напоить дерево и не просто напоить а еще тем более вот самое чем глубже тем больше солей минералов я назвал это понятие привел понятие в науку извините меня ученые я назвал и антиквист создает это вот хроно незамерзающие ну и частности вот видите как они ищут тут-ту-ту-ту тысячи тысяч вот это вот фотография груши согласитесь что как то не вяжется видите это здесь вот не просто написали конкретно, но ближе вот это, ближе к яблоне. А груша имеет длинность чержневой кори, они так устроены. Но, к сожалению, здесь написано взрослое плодовое дерево. Это значит, что относится ко всем, но это неправда. Вот. Смотрим дальше. Ее задача, главная задача добраться до воды. Почему? У вас может быть вода в двух-трех метрах, а груша-то об этом не знает, а вы же с ней не говорите, груша согласится, устроится. Она просто умрет, если до воды пару метров. Она, когда-то было дерево, прадерево. Оно было похоже и на яблоню, и на грушу. Оно плодоносиво и разносились во все стороны семена его в виде плодов, а потом съеденных плодов, которые прошли через желудки растений, ферментировались. И, о чудо, эти семена почему-то не перевариваются в желудке. Они растены. Километр на север, километр на юг, километр на запад, километр на восток. И постепенно, постепенно расходятся, и где-то им неуютно погибают, а где-то нет. И вдруг окажется, что в пустынных местах она должна иметь вот такой корень. Это все мои догадки, но они претендуют на истину. Вот такой корень, представляете? Ну, то, что я привил ее, мне хочется иметь сладкие груши, потому что вот это вот, то, что ниже прививки, это есть привитая практически в корневую шейку. Это знаменитая уссурийская груша, которую очень уважал Мичурин, и которая с тех пор и за последние 50-100 лет так и не нашла распространение по России. Это при том, что в моем саду лучшая груша всего Союза, и еще и даже вплоть до самых южных стран. Могли я вот это уссурий. Еще раз. Она выходят из тех мест, где очень мало влаги, и где нужна вода, поэтому ее желание было однозначное. Сделать себе буровой станок постепенно, где-то 100-200, лежало семечек, 90 погибло, 99 погибло. А уссурий был чуть-чуть, тут чисто дарвенская, чуть-чуть на полсантиметра вдруг оказалось глубже. И она, глядишь, докинулась до этой горизонта. Это, знаете, если мы, друзья, будем, юные друзья, будем проходить, мы будем видеть в разрезе все почвы. Но это уже для тех, кто потом останется, потому что это не каждому дано слушать все, что говорит Жадина. Кстати, я сколько раз представлялся? Автор лучшего, автор лучшего сада в России. Роскошные плоды мировых стандартов. Вот. Это в резкоконтинентальной климате Сибири. Почерчка в резкоконтинентальной. То, чего не будет быть никогда. Идем дальше. Познакомились с корнями. Как видите, ну, как-то на книгу вообще не похоже. Вот. Слива. А вы знаете, что слива мы сейчас на два класса будем делить? Мы уже отнесли грушу к одному классу, а сливу к другому. Вот ей-то, тоже когда-то ее предки, там, где до воды близко, приспособились, видите? Приспособились. И прекрасно себя чувствует. А если до воды 20-30 метров, а если область засушливая, ей там не жить. Вот. И она еще приобрела способность искать воду за тысячи лет, перемещаясь на тысячи километров. Не с помощью семян, а сама. Ну, это мы тоже будем проходить. То есть, дает отводки, метр отводок, метр отводок, и пошла на юг, на север, искать свою долю. Вот это ее особенность. Но это представитель более сырых мест. Вот там миллионы лет, и определенные приобрел навыки или юно. Вот. Это опять же, знаете как? Я взял, брал корневые отводки. По первому времени у меня даже, это все-таки 37 лет садов, по первому времени не было даже лишней косточки, для того, чтобы привить. А корневые отводки, они лезли, 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 я их просто отрубал поповину. Вот она поповинка, видите? Отрубал. Прямо за столом прививал, это уже привитая. Вот, судя по листьям, это венгерка. А низ, это груша, слива, которую я называю китайская. Один из вариантов китайской сливы. Вот. Итак, на корневой отводке мы получили довольно, назовем это, корни, корни эти компактные. И если до воды метр два, она будет жить в отличие от груши и абрикоса, который мы будем говорить ниже. Вот, поняли. Итак, это уже класс номер два, назовем. Для сырых мест. Вот. Ну, здесь похвастаться хотел. Это мой сын Артем. Приехал с Украины, я его научил, уехал на Украину. Вот. Я, сибиряк, учил Украину, его и не только его. Так вот, здесь три прививки. Так. Груши есть. И те, которые имеют, как вы знаете, ой, нет. Про арта говорить не будем. Потеряю время. Итак, вот таким путем транспортируется. При желании можно привить две-три на одном. По двое. Ну, это я просто, ну, скажу честно, я таким путем брал с людей лишние 500 рублей. Говорю, если одна привита. Я открываю секрет, потому что многие из вас вырастут. И для вас, мои юные друзья, профессия садовода станет приоритетной. Тем более, она сейчас запущена так, что у нее огромные перспективы. И так, когда одну прививку 500 рублей, когда две прививки 1000, а когда 3500. Открыл их своих профессиональных секретов. А вот это вот абрикос. Он рос, у меня там была яма засыпана битым кирпичем. А сверху слой сантиметров 15. А места-то не было, у нас же в стране нет места. Вот нет и все. Зарастает миллионы гектаров лесом, а землю не дают. Вот. Ну, про политику не будем. Я просто взял абрикос, посадил прямо на этот самый. А потом мне стало любопытно. А он еще не умирает, слишком молодой. Тогда я выкопал, чтобы показать, что если мы боремся с центральным корнем, существует такой способ, пикировка. Вот здесь вот она есть, сейчас покажу. Вот в этой книге она есть, на пикировках. Не к ночи будет вспомнита. Значит, берется побег. Если похоже, я его покажу, еще покажу. Видите? Вот такой худенький побег. Это просто от косточки. А потом берут, отрезают, за что бы я руки бы обрывал. Половину, допустим, половину корня отрезает, чтобы он распушился. Вот. Оставшаяся часть. И это назвали улучшением. Пикировкой. Один из подлейших приемов. Потому что, друзья, если есть возможность посадить целым корнем, садите. Не занимайтесь хернями. Детям не говорят слова херня. Так. Ладно, поднимаю. А сейчас дети не такое слышат. Итак, если бы не это, так называемое, ну, как его сказать-то, дренажное, есть такое понятие дренажное, засыпает яму, которая называется посадочная, и будь здоров. Дальше не это самое, не пускает корни. А корни вот так, если это размер ямы, обойдет. Вот. И снова полезет вертикально вверх. Природу не обманешь. Глупая работа. Вот. А вот это вот мой персик. Мне удачно удалось выкопать его. И вы видите, у него тоже стержневой корень. Это значит, что он представитель сухих мест. Это не значит, что как слива ему надо все поливать, поливать, поливать. Для них это привычное садоние. Вот. Он воду найдет сам. И не избавивай вас, Бог, делать эту... Она касается пикировка, придуманная для всех. То есть, у них тоже упала вот эта нижняя часть корней. Вот тут получаются пышные корни. Вот. Примерно как вот так. Но это видите как? Это представитель все-таки корневых отодков. Они хоть-не хоть такие корни дадут. А тут? Хочешь-не хоть. А тут получается поневоле. Вот. Он и не хочет бы иметь. Но его можно искалечить. Даст пышные корни. Но уже вот эта часть... Ради этого я все рассказываю. Я вас умоляю. Послушайте меня. Вот эта часть, которую уничтожают. Причем это считается научным уничтожением. Пикировка. И создание пышных корней. Улучшение. Это не улучшение. Вот эта часть ее не будет. Она не доберется до очень плотного супового набора. Вот этот самый, который я назвал антипризом. Не замерзайка. Не замерзайка. Знаете такое слово? Многие из вас даже юные. Мужчины уже знают, что такое не замерзайка. Не замерзает на морозе. Так вот. Вот этого не замерзайки никогда не будет. От этого у нас персики не распространены. И их предел 20-20 градусов. И все разводят руками. Спра и скалечат. Ну, мои скромные. Зимуют до 40. И даже плоды дают. Вот это моя пронетка. Вот. Видите, какой корень красавец, да? Вот. Когда-нибудь это войдет в учебники. За то, что я умудрился выкопать такой корень, у меня уже наука должна скинуться у этих академиков. На конях хотя бы. Вот. Ну, что я такую работу провел? Там рисуют корни, да? Видели? А, вот тут вы видели. Ну, а эти корни неправильные. Там, заметили, там центральных корней практически не было. А ведь это ронетка. Это представитель яблонного сословия. А где у нее такие корни? Нет. Ей нужно набраться до воды. Вот так вот. А вот, когда тут отрежут, тогда получается то, что получается. Вот. Корневой отводок вишни. Смотрите на нее внимательно. Видите? Здорово, да? Она размножается вот таким путем. Она может пройти километр, десятки километров. Она вечная, если ее не уничтожать, как принято. Сейчас вишневые сады по всей России практически уничтожены. По принципу, в миллион если росло, то осталось 100. Со второго миллиона еще 100. Уничтожение идет, это отдельный разговор, но все-таки этому способствует то, что когда-то вот этот плюс, легкое размножение, отводки, 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 выкапывая и пересаживая, привело к тому, что они генетически однородные начали размножаться друг с другом. Это я называю инцест. Садовый инцест. Вот. И в результате потом уже размножался уже не с помощью корневых, а с помощью семян. И это привело к... То, что я должно приводить. Это привело к генетическому усталости. Видите, какие у меня термины? Садовый инцест. Генетическая усталость. И результат этого сады уничтожены. Есть вторая причина, такая же важная, огромная. Это улучшение крона. Но мы когда-нибудь, если сегодня, еще ни разу до нее доберемся. Пока принимайте мои слова за истину. Потому что сейчас по всем интернете идет борьба представителей стандартной технологии, их большинство. Железов стало много. Они пытаются вклиниться в каждый сайт, где учат убивать деревья, убивать осветлением кроны. И уничтожением лишних веток. Ну, пока безуспешно. Командует сайтами люди старого поколения. Не старого поколения, а традиционные. Воплощники, тимиряшники и прочих. Вот. А вот теперь смотрите. Вот этот водок, когда посадишь, это правда другое дерево, но оно зацвело. Оно зацвело, ну, буквально на третий год. Вот. Вот, кстати, я могу перепрыгивать туда, допустим, что другое пусть я, да? Вот сейчас только, я буквально час назад я прочитал вот это письмо. Вот. И вот мой друг прислал это письмо. Валерий Васильевич, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот. Ох, Лёвка, я хотел бы похвастаться, какую мне книгу. Знаете, какие у меня, друзья, книги-то поближе. Простите, где, ну, где, ну, где, ну, где, ну, где, ну, вот это. Да. Вот. Не Мытов, это от него письмо. Пишал мне такую книгу. Удивительная книга. Талантливейшая. Вот все детям надо читать. Ну, сколько ты так же, Глера? Вот пока, посмотри пока, где-то на первой, на последней странице. Просто интересно. И вот он меня спрашивает. Почему корни собственной плодовой дереве плодоносит на 80-й год? Условно. А ВГ, это великолепный гибрид. То, что я пропагандирую. Соданный привык. Может на следующий год. Почему? Пока, раз уж так получилось, корни и кроны. Нам хочется, чтобы крона была брать и плодоносила. И, кстати, с этой целью корни и калечим. Существует прием такой. Это пока я не ему говорю. Потом снимать отдельно. Пока буду отвечать на беру десяток фотографий. Сделаю хорошую статью. А пока коротко так. Значит, ходит вокруг они собственное дерево. Оно действительно на 80-й год. Но это условно. А мои, допустим, абрикосы плодоносит из Костки на 5-6-й год. Уже быстрее. Почему? Климат не нравится. Первый палец загнул. А раз климат не нравится, его задача быстрее дать потом, что пока живой раз. Вот. Существует искусственное. Уже то, что перенес на другое место и завесил корни. Я показывал вам сейчас корни. Какие я показывал? Старался целое, правильно? Старался. А в жизни так не бывает, если бы я этот пересаживал бы. Даже у меня. Это специальные фотографии, так как я печатаю статьи и делаю фильмы. Вот тут бы он у меня лопаты по него либо обрезал. И вот мы имеем пышные корни и более раннее плодоносление. Уже не на 8-й, 10-й, а 4-й, 5-й. Может быть, та же ранетка. Пусть и семечка. Уже вот это бы помогло. Так? Ну, привет, ну что привет? Это секрет простой. Взял ветку со взрослого дерева. Долгое это плодоношение. 1-2 года. Потому что вживлена в этот самый. Ну, это пока коротко. Я почему вспомнил. Вот. Не трудно догадаться, почему я про это вспомнил. Вот корневые отводки. Это часть дерева. Часть. Вот отсюда вот она пошла. Была отрублена пуповина. И она осталась у нас с этой минуты. И надо заботиться о себе. Отрастить корни. А пуповина уже эта самая вещь временная. И оставшись без нее, оно-то все равно имеет возраст своей мамы. А мама может быть 5-8-10 лет. То есть в руках держится, вот этой рукой держится дерево, которое, вот это вот, казалось бы, однолетка или двухлетка. И на третий год, пожалуйста. Видите? Почему? Взрослая. Вот. Еще такой момент. Вот это вот я прививал явно не Сибирку. Особая работа по их взаимодействию, по их сближению в их плане биологическом. Вот. И обратите внимание, это тоже корневотодок. Да? Тоже. Вот так же, как вот этот вот. Он так же был отрезан пуповина от мамы. А рядом вот та самая Ранецка. И вот тут-то у нее был метровый корень. Вот как там выше. Ну, попал под лопату. Сравнивайте. Она, будучи отрезанной там, тоже станет такой. Но года позже. Просто года позже. А этот, как все-таки, мама его, допустим, 10 лет. Значит, вот этому вот огрызочку тоже 10 лет. Живил культурную вкуснейшую яблоню. Живил, на всякий случай, учеба из учебы. Это вегативная гибридизация называется. Влияние подвоя, несомненно, и на рост, и на качество плодов, и на морозостойкость. Ну, наука это отрицает. Мы ее простим, потому что ее давно это. Ее не стали разгонять. Сделали хитрее. Задушили финансово. Вот так. И вот получается так. Попутно. Не могу пропустить. Видите пятнышко? Поставлено моей рукой. Смотрит на юг до выкопки. И будет смотреть на юг после посадки. Это очень важно. Вспоминаем годовые кольца. Здесь близко, там далеко. С юга все хорошо. С севера кольца близко друг к другу угнетаются. Нельзя теперь поворачивать дерево. Видите, я вам цены советовал. А нигде десятки, сотни миллионов садуцов продаются на рынке. 99% в южных. Нас уже давно загубили. Это отрасль, которая называется питомниководство. Естественно, ни одного пятнышка они не делают. Им плевать, куда все равно подохнет. Вот этот момент. И это на всякий случай. Это пятнышко. Это граница земли и граница с этого самого воздуха. Земля-воздух. Вот сколько я вам наговорил. И это вот уже как бы готовый годом позже. А вот он годом раньше. Смотрите. Вот отрубил от мамы. Вот все, что есть. Помирает, не помирает. Еще умудряется. Я уже успел оживить в него. Это культурный побег. Видите. Несмотря на такое малое количество корней. А вот это уже, помню, первые годы, когда мне пришлось зарабатывать на жизнь. Что такое перестройка, знаете? А, во время перестройки тогда шутка такая ходила. Перестройка это когда лаять разрешили, а поводок укрытили. Вот. Это я случайно вспомнил. А на самом деле пришлось зарабатывать таким путем, будучи 50-летним мужиком. Потом пришли в ход коробки. Когда я продавал, это сейчас актуально. Почему? Горчки такого размера тяжеловатенько. А коробка картонная выкопал. Честно. В комом земле. Пересадка безболезная практически. Помните пятнышки. А потом поставил в коробке. И в коробке поехало за, бывало за 20 километров, бывало за 2000 километров. Самое главное, чтобы один раз в коробке рассыпали, знаете, когда? Когда без рессора был этот самый, который сзади ездит, за этим, помню, за Нивой. Прицеп без рессора вот там был. А так он нормально ставится в багажник, перевозится и в коробке высаживается. А в данном случае наша тема, корни, я взял, однажды выкопал, жду. Покупать-то он не приехал. И выпал снег. Я думаю, а пусть постоит. А что будет весной? Насколько ли хороши, слава-то пошла, моих незамерзающих-то. Нельзя, чтобы все про корни-то голову ворочить. И оставил в таком виде. Пришла середина лета. Ну, еще нет, весна. Ну, там агротехника под бутылками, там месяц за два, это другой раз. Вот. А они так и стали стоять. Внимание. Все, не путаю. Внимание. Еще раз. Вот. Абрикос и по краям слева. И что я убедился? У абрикоса до Нового года снега не было. Потом выпал. Но немного. И сорокорадский мороз. Они должны быть уничтожены. И вы знаете, слева-то погибли. Я так разочаровался, что на морозе с воздушными корнями они погибли. А абрикос манджурский, это герой из героев. После такой зимы, бесснежно, это вторая половина, вот столько снега. То есть снег его практически не защищал. Вот. Уже ближе к весне я похватился, сделал пота. Видите, что такое его корни? Вот. А вот этот корень уже сделал так. Когда мне кто-то из авторитетов прочувствовался, они все меня так подозрительно относились. Константинович говорит, корни покажи. Я взял, вытряхнул. И показал. Кстати, я не все раз убедился. Вот мой пятнышко, видите. А корни были вот такие. Я давал их ломать. Пальцами. Думал, все, интересно, подмерзли. Нет. Вот так вот. Вот это, манжурский абрикос, это феномен, запоминайте. Благодаря которому на стране, и уже сейчас странам пока... Все началось в одном рассаженце, а сейчас, говорят, тысячи по всей России. Скромные. Ну, это отдельный разговор. Но как эти самые, как назвать так, как, 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 подвои, им цены нет. И корни, собственно, не дают плоды 20-30 грамм, большинство вкусные. Последний пример, который мы с Ваулиным, директором Мясского института, развонили за всю страну. Неубиваемые, незамерзаемые. И у него термин был не сладкие плоды, а вкусные плоды. Если у меня из там полутора десятков чисто, сладких было два, а у него получается вкусных из там, из десятков и сотен всего, не вкусных, только три. Вот. Это говорит о том, что еще попадая в более приемлемое место, а Телябинск, он теплее, чем Саногорск, мой, то есть, чем Шушенский район. Вот. Вот это вот, на самом деле, я когда эту статью делал, давным-давно, годы, 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 это коловидная яблоня, и я использовал фотографию, а тот момент самую свежую. А на следующий год я снимал и телевидение, у меня на диске есть целый фильм. Вот. И, то есть, тут был еще таразогущий. Ну, даже эта коловидная яблоня производит впечатление. Почему? Потому что она привита на корневой отводок. Знакомимся. Вспоминаем. Молодежь подзабыли. Вот на такой корневой отводок. Так, мы можем долго говорить, не будет никаких ограничений. На то я разговаривался. Если получится сильно длинно, еще раз, молодежь, она слабее на старику, мы часами могли слушать, читать. Вот, пусть не обижаются. Так вот. Если еще раз делим пополам. На два фильма. А это, знаете что, это реклама из интернета. Подлая фотография, она ничем не виновата. Вполне возможно, что это даже не нарисовано. У них 90% он нарисует, потому что получить такой... И, возможно, один раз у них одна ветка вот так вот получилась. Но только на один год. Соотношение листьев, площади листьев и веса плодов, это константа, которую нарушить невозможно. Если, а первый год вот так вот, если это правда, то в следующем году этого уже не будет. И в дальнейшем никогда. Используя такие фотографии, у миллионов садоводов вытянули миллиарды рублей, потерянные годы. А когда появилась вот эти фотографии первая, и реклама, думали, ну все остальное завалили. Вот. И не преувеличивают. Но это другая тема. Я здесь обратил внимание, количество листьев не соответствует количеству яблок. Даже если это реальная фотография, то тогда она предназначена для того, чтобы дурить людям голову. Потому что это повторяет, не повторяется. И сейчас не тема это. После этого у меня уже некоторые мои фотографии использовали как эти... Так же, как будто они колонновидные. То есть у меня это просто дерево, много плодов, а они, ох, колонна. Вот. Чтобы дурить людей. Вот реальная колонна. Еще одна. Но, к сожалению, это весь урожай. А дальше эти колонны идут. Вот. Они или пустые, или слабые урожаи. К сожалению, это тупик. Я не отрицаю. Я чего-то достиг. Мировые рекорды по высоте. Вот. Мировые рекорды по количеству... В этих килограммах, или как сказать. Но, к сожалению, это тупик. Почему я вспомнил? Потому что, не доверьте. Это еще нормально. Ну, на кровь не может быть такое количество яблок. Вот. А потом... А это же не естественно. На второй год еще в три раза больше. Телевизионные съемки. Все это по-честному. А на еще год они мертвы. Все. Потому что это нереально. Идем дальше. Выкопка. Вот это вот вишня. Это справа, слева ее корневой отводок. Вот она тут вылезла. Мы должны посередине лета обрубить поповину. И пускай дальше растет. До конца лета обрастает своими корнями. Плотный дерн. Будет выкопать его вот так. А потом еще делать сильнейшую обрезку. Как бы не выкопали. А все-таки питание основное от мамы. И вот этих корней, собственно, на первое время не хватает. Они начинают дохнуть, сохнуть. Люди этого не знают. Одна еще причина назову, почему вишневые сады не могут возобновить, восстановить вишневые сады. Пересаживают. Абсолютно большинство корневой отводки. Даже с кошечкой выращивать довольно трудно. Если специально не расти. А отводки лезут, лезут, лезут. Пересадил его. А крону не обрезал. Не сделал равновесие между подводным и пребой. Вот результат. Это тоже одна из причин, почему у нас плохо распространяется, не возвращается вишня. Вот, пожалуйста. Вот эта вишня. Дростая моя вишня. От нее пришел отводок. Я их обычно уничтожаю. Они под косу попадают, когда только вылазят. Ну, повезло это. Мне нужен был учебный снимок. В стадии всегда стараюсь, чтобы все были какие-то приметы. Да, это мой сад. Да, вот это мой забор. Легко проверить. Вот. Это мой вишневый участок. Вот эта фотография. Я сейчас... Пошли годы. Я готовил статью. А сейчас я, когда вернулся, чем старше становлюсь, тем больше хочу научить молодежь. Вот. Сейчас угадаю, зачем я вот этот снимок вставлял. Ну, догадываюсь так. Казалось бы, обрезку надо делать. Ведь не обрезанную, даже не успев созреть, абрикос рухнул. Это тот самый русский абрикос, вернее, его потом. Один из сыновей. Вот. И рухнуло. Это говорит о том, что я должен или подвязать. Но таких у меня веток сотни в саду. Каждую там подпорку я не могу. Подвязку тоже сложно. Вот. Я сказал себе. Там, где упадет, у меня их много. Ну, и показал, что крона, да, несовершенно. Она может перегрузиться урожаем. Так. А почему несовершенно? На юге бы она не упала никогда. Это Сибирь. Как бы я не хотел, а внутри скелетных веток и внутри штамба все-таки хрупкая, более хрупкая древесина. Ну, такие случаи редкие бывают. Ну, вот самые урожайные воды падают. Одна-две-три ветки. Я отрезаю, замазываю и дальше. Это дерево с тех пор прошло 10 лет или 15. А ну, как же, полносит так и полносит. Их убить-то невозможно. Знаете, чем они еще отличаются от других деревьев? Вот, ладно, лишнее. Берешь бензопилу или топор. Из-за подлесной земли. Раз и нету. Через три года. Вот такая же будет. Через четыре. Я их называю неубиваемыми. Главное, не гноить. Та же, как мы начали с груши. Та же, как груши, они боятся ширости. Вот. И прореживание кроны. Когда крона прореженная, сюда стекает вода и гноится к основанию штамба. У груши, у абрикосов крона неприкосновенна. Яблони. Видите? Не надо к ним подходить с секатом. Не нравится, не нравится. Нету штамба. А почему нет штамба? Об этом практически не знает современная даже наука. Подделывая дело искусственных штамб, пытаются дерево привитое делать внешне похожее на сенцевое. Страшнейшая ошибка. Страшнейшая я. Вот. Поэтому я считаю так. Мы с вами должны учитывать, что привитое дерево это почка с бывшего боковой ветки. Мы ее выпрямили. Если она неправильная, пусть такой неправильный рост и главное, чтобы урожай давал. Вот еще пример. Это моя, одна из моих ближайших, уже ныне покойная подруг, писала мне эту фотографию. Вот так оно должно быть. И никаких штамбов. Вот. Сейчас получается так. Мы с вами, наверное, чтобы фильмы не были длинные, назовем это первой частью. Вот так. Сейчас, когда идет до этого, остановим, да? А сейчас вы видите вид сверху, капустный лист. Почему он имеет такую форму, не трудно догадаться. Он собирает воду куда? Вот сюда. Вот это и все корни. Вот связь между маленькими корнями и лопухами однозначная. Представим себе, что умники начали бы проезжать и здесь штамп делать, капусте. Ну, у нас все могут. Вот. А сейчас, может быть, даже мы и закончим. Вода. Нет, наверное, мы сейчас дальше просто быстрее буду говорить. Вода. Это я заснял ливневый дождь. Вот. Это говорит о том, что крона предназначена форма листа, наклон листа. И в целом крона предназначена для того, чтобы по периметру кроны, то есть влагу распределять так, чтобы почти вся попадала на периметрах кроны. Потому что я не болтаю, видимо, мои абрикосы. Значит, это не пустой совет, как это самое. Я громко говорю, Лера, для тебя, молодежно, тебя Академия, кто не слышал. На их сайте, ТВААКадемия, моя фотография, абрикосы. Я обращаюсь к ним, через посты, это самое, помогли так же, связаться. И я агроном, все вопросы мне отвечают из питомника ТВААКадемии. Когда я все-таки прижал, почему фотографии-то все из интернета. Да, нет, у нас с вас на саду нет, мы где-то купили и продали. Ну, как торгаши. А это ТВААКадемия. Ответ был такой, ну, все-таки у нас соответственно, но не плодоносит. А когда я спросил, если у вас нету, не светит, не плодоносит, костики, как вы вырастили абрикосы, если костики нет? Нет костики. Нету их, как вырасти? Рано отключила, чуть было не отключила. Нам осталось попрощаться. Еще много-много словет. Поэтому мы сейчас с вами делаем перерыв, наверное, встретимся завтра, да? Сегодня отеля садов стало. Так, молодые наши юные друзья, я надеюсь, немножко стало понятнее. Вот. Лучше немножко про эту книгу. Вы знаете, вот она предназначена для вас, для вас, юного садовода. А в ней тут написано такое, что вся ваша жизнь превратится в каторгу. Мы еще к этому вернемся. Но сегодня на сегодня все. Сегодня я первый издаю, сегодня выпущу слушали, послушали. Да, Лена? Ну. Итак, друзья, мы с вами прощаемся. Я в таких случаях всегда хоть немножечко вот это вот мой сайт заходите, набирайте в Яндексе сайт Садовода Железа, попадете на сайт. Так, вот он, видите? Вот. А здесь есть фотогалерея. Ну, молодежи не грозит импаркты, но тем, кто старшего поколения, как наш предыдущий фильм назывался. Матфильские девчонки, а также их родители. Вы для родителей посоветуйте им валютом захватывать, прежде всего сюда. это будет у вас. Вот. В Европе этого нет, даже на юге нет. В Сочи абрикосы по моей просьбе ищут. В Сочи я думал там завалено. А оно завалено, да, турецкие. Завалено. А вот и получается, что мы будем возвращать наши сады в первый раз здравый смысл. А потом вот это все уже, друзья, с вашей помощью. Иначе нам труба. 40 обработок технологии 40 за лето, короткое российское лето. Повторяю, за Италию, за Испанию технологию луговых садов искалеченных так, что на них непрерывно орды насекомых, которые жрут их и без атакимиката они не могут. А таких садов у них вообще нет. Последний спор. Крупнейший там канал. Не буду говорить, кто хозяин этого канала. И когда наши с вами друзья, такие, как я, мои помощники, ученики пытаются образумить их, что нельзя осветлять деревню, нельзя окалечить. Ответ такой. крупнейший авторитет. Ну, я калечу, у меня сад жив. Разбирались, разбирались, сад жив, яблок ничего нет. Что ж абрикосы не вырастут? Что ж мы все вишни угробили по всей России? И так гордо говорит, что у меня яблоки еще живы. А, в три обработки, но это уже по-божески. А детям, вот ты захочешь после трех обработок, знаешь, что такое обработка. А я еще вот так делаю. Вот сейчас я пишу абра обработка я до хи дальше можно не говорить. А, мне надо, что? Мне надо первое слово, чтобы было слово фото. Это я детишкам ужаснулись даже трема обработка. А теперь внимание, вот это полистаем, тогда среди тех, ведь родители этих детей, которых мы с вами сейчас верим. Спасибо за помощь, чтобы я без вас делал. Вы крутая компьютерщика, я вроде садовод, а вместе мы сила. Пусть сейчас я выберу подходящую. А тебе представь, себе три обработки. Что детям можно давать? вот это, 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 тихий ужас. А у меня всего три обработки. Кстати, не знаю, что тут дети делают, непонятно. Но вот их-то как раз и жалко. Что из них вырастет? Как они сюда влезут? живота. Обработка. Но они на нашу пользу, да, вот это вот получается. Вот такая должна быть природа. А теперь представим себе, все ядами вытравлено, ни жучка, ни паучка, ни бабочки, которые настолько красивы. Ничего нет. И только отравленные яблоки, отравленная почва. вот на этом и закончим, да. Я не знаю, откуда здесь вот эти фотографии, когда мы набрали фотообработки этой химикатами. Ну, здорово получилось. Вот она молодежь, которая травит, травит, травит. Я даже представил себе, что вот это чистенькая девочка. А вот это специально, а вы специально смотрите, здесь она чистенькая, да, а здесь по-моему туман из яда. Так нет? Может специально сделали? обработка, обработка. А похоже, что это, вот это вот самое, вот это вот самое. Вот это вот. Ну, ладно. Ну, все, для первого среда, нет, сколько ты фильмов снял именно для детей? Три, полно. Три, четвертый, да? Надо потом как-то пронумеровать. Вот. Ну, и как его назовем? Максимской девчонки или уже другое название? Ну, подумаем. Все, друзья, до свидания. Этот фильм закончен на середине. То есть, у меня еще там фотографии приготовлены. И хватит еще на них. Все, до свидания. Еще раз до свидания. Наконец-то до свидания. до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok